Вода зашла вот именно с той стороны, куда входят здания теплотрассы. За окном уже минусовые температуры, а в подвале дома – тропический рай. Горячая вода бежит с труб небольшим ручьем, наполняя технический этаж. Сейчас воды там почти по колено. Как рассказывает старшая дома Галина Семенец, первое наводнение в их многоэтажке случилось еще в 2006 году. С тех пор каждый год с началом отопительного сезона в подвале происходят коммунальные коллапсы. От постоянной влаги и сырости здания в прямом смысле слово трещит по швам. Фундамент осыпается мокрой штукатуркой. В подъездах и квартирах рассыхаются окна и дверные проемы. Управляющая компания реагирует на жалобы жильцов, но своим особым способом. Управляющая компания по нашему запросу приехала. Единственное, что сделали в прошлом году, это запенили вот такой вот участок стены. На данный момент стена полностью разрушается до основания. Жильцы дома обращались во все инстанции, но трубы как текли, так и продолжают течь. Найти ответ на вопрос, кто должен чинить систему отопления, Галина Семенец не может уже 15 лет. Вот этот вопрос меня тоже очень сильно волнует, потому что я не могу понять, кто должен это сделать. Или это должны сделать РКС, потому что у нас постоянно вода входит именно с теплотрассы. У нас есть акты обследования подвала еще в 2006 году, где зафиксировано, что подтопление идет именно с теплотрассы. Найти виновных в этой ситуации нам пообещали в Амурской областной жилищной инспекции. Ответ планируют предоставить в ближайшее время. Юрий Камышин, Михаил Величкин, Амурское областное телевидение.